Библия — это замечательная книга. Тора, Невиим, Ктувим, Брит-Хадаша — это замечательные писания. Писания, которые были созданы за сотни и сотни лет. Моисей жил примерно в 1450 году до нашей эры. Многие люди говорят, что в то время не было никаких писаний, но существуют археологические раскопки. Археология нашла писания, которые относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Мы находим писания на глиняных табличках, которые называются Астракон, сохранившиеся со времен Моисея. Был один египетский царь, которого звали Ахенатан. В его разуме произошли внезапные изменения. Он называл себя Богом. Люди поклонялись Ему. И затем произошли внезапные перемены. Эти перемены можно обнаружить в списке писем, которые я называю письма Марна. Люди интересуются, что же произошло в то время. Почему они изменили свое мнение и сказали, что фараон не Бог, но существует только один Бог? Археологи говорят, что все это, вероятно, было влиянием Моисея и израильского народа. Поэтому мы много можем говорить об археологии. Археология указывает на то, что Слово Бога истина. Оно исторично. Это не вымышленные истории. И все же они были написаны в течение нескольких сотен лет. Существует угроза, которой подтверждены все писания. И эти угрозы мы попытаемся выявить. Вот почему необходимо изучать Библию. Итак, вчера мы говорили о еврейской Библии. И еврейская Библия называется... Какое слово? Танах, Танах, Танах. Потому что она состоит из Тары, Невиим и Ктувим. В нем совершенно другой порядок книг. В сравнении с Португальским Ветхим Заветом. Или Английским Ветхим Заветом. Или Греческим Ветхим Заветом. Ветхий Завет был переведен на греческий приблизительно в 250 году до нашей эры. И он был назван Септуагинто. Как говорит Талмуд... Было 70 раввинов. Однажды греческий царь в Александрии попросил их перевести еврейскую Библию на греческий язык. И как говорит эта история из Талмуда... Он закрыл их в 70 различных комнатах. И сказал им, я дам вам еду, я дам вам воды, я дам вам все. Вы только должны перевести еврейскую Библию на греческий язык. И они перевели. После того, как все они перевели, то сравнили их переводы. После сверки переводы оказались... Одинаковыми, да. Мы не знаем точно ли так было. Это история из Талмуда. Вот откуда появилось слово Септуагинто. Которая была переведена в 250 году до нашей эры. И это очень важно. Потому что, когда вы переводите, то вам всегда необходимо интерпретировать. В португальском переводе можно перевести слово в слово. Но вы всегда интерпретируете. Мой брат Матеус интерпретирует мои слова на португальском языке. Если бы он переводил все слово в слово, то вы бы сказали, какой-то абсурд. Он интерпретирует мои слова на португальском языке, чтобы вы смогли понять. То же касается перевода Библии. Когда вы переводите Библию на другой язык, то всегда нужно интерпретировать. Поэтому люди говорят, ваша Библия не хорошая. Существует так много версий Библии. Слышали такое? Некоторые люди так говорят, правильно? Конечно, существуют различные версии. Потому что оригинальная версия Библии была написана на иврите и греческом языках. Ведь это очень богатые языки. Итак, когда вы переводите, так же вы интерпретируете. Вы не можете постичь весь масштаб понимания и ухватить смысл, который существует на иврите и в греческом. Вот почему существует необходимость в комментариях. И необходимость в различных версиях. Обычно я говорю своим студентам, что если вы на самом деле хотите хорошо изучить Библию, то изучайте иврит, изучайте греческие языки. Некоторые студенты говорят, слишком много работы, изучать слова, грамматику иврита, греческого. Я же говорю им, ладно, вы ленивые студенты. По крайней мере, попытайтесь сравнить 2-3 различные версии. Потому что у вас будет лучшее понимание. Вот к чему я подталкиваю и вас. Мы хотим узнать, какая же тематическая линия проходит в Библии за эти сотни лет. Это легко узнать. Потому что авторы Библии были вдохновлены Духом Святым. Хотя она и была написана за сотни-сотни лет. Дух Святой вдохновил каждого из этих авторов. Каждых из этих пророков. И выделил с помощью этих маркеров. И часто, где можно найти эти маркеры? В бытие, числах, второзаконии. Что было подчеркнуто в этих книгах? Поэмы. Да. Иногда грамматика меняется. Грамматика иврита обычно представляет из себя такое. Если вы составили хорошее предложение в иврите, то вы всегда начинайте с конечной буквы. На иврите это вав. Затем идет подлежащее. Потом сказуемое. Вот как обычно составлено предложение на иврите. Вав. Вав. Верб. Сказуемое. Подлежащее. Подлежащее. Последнее это сказуемое. И дополнение. Но иногда автор меняет весь порядок слов. Правильный порядок слов в английском предложении будет таким. Матеус переводит мое учение. Матеус это подлежащее. Переводит сказуемое. Мое учение. Дополнение. Если я скажу. Переводит Матеус мое учение. Это неправильная грамматика. Матеус плохо знает португальский. Пойди и поговори с его мамой. Ты плохо его научила. Пошли его обратно в детский садик. Он плохо говорит на португальском. Вот мы сделаем. В Библии все по-другому. Всякий раз, когда в Библии меняется структура предложения. То наши тематические антенны поднимаются вверх. Это дает нам небольшую встряску. Мы не говорим, а Моисей, у тебя плохая грамматика на иврите. Потому что Моисей может сказать вам. Я хочу, чтобы ты обратил пристальное внимание на структуру предложения. Вот таким образом Библия выделяет эти ключевые темы. Это понятно? Поэтому, Рос Анджела, не отсылай Матеуса в детский садик. Обрати пристальное внимание на то, что говорит Матеус. Итак, мы увидели микро структуру. А выделенные темы таковы. Кто семя? Как определить эту землю? И какое значение имеет имя Бога? Как было возвеличено имя Авраама? Пророки дают интерпретацию. Они переживают. Объясняют различные периоды времени. И передают мяч следующему поколению. Пророк следующего поколения. Толкует это для своего поколения. И передает эти темы по следующему поколению. Вот каким образом построена Библия. Вы найдете тоже на макро уровне. Если вы посмотрите на всю еврейскую Библию. Тогда Тора и исторические пророки это повествование. Может я смогу это развить далее. Тора это пролог. Тора это пролог. Исторические пророки это повествование. Посередине находятся все эти поэмы. Которые написаны пророками Исаия, Еремия и Езекиилем. Каким образом выглядит пророческий раздел нашей португальской Библии? Пожалуйста, откройте со мной. Исаия, Еремия, Езекииль. Она написана в виде прозы или поэзии? Что это? Обычно это проза, правильно? Так же как и в английской Библии. Большая часть пророческих книг в еврейской Библии написана в прозе. Плохо, плохо. Потому что всякий раз, когда пророки пророчествовали, это было в поэтической форме. Мы упускаем это в английском и португальском языках. Когда они проповедовали, то их проповедь была в поэмах. Наша проповедь в наши дни очень скучна. Это плохо. Потому что мы разговариваем по-разному. Пророки проповедовали в поэмах. На иврите это очень красиво звучит. Эти поэмы в современных синагогах — это песни. В дни Иешуа мелодия была очень красивой, и мы упустили это. Так же как и пророки в синагогах распевали псалмы. Они распевали стихи из книги притч. Эти поэмы находятся посередине еврейской Библии. И являются ее центром и сущностью. Пророки и писания — это сердце еврейской Библии. Поэтому существовала такая модель на микроуровне. И такая же модель на макроуровне. Вот почему важно изучать пророков. Еврейская Библия завершается эпилогом. Эстер, Даниил, Эзра Нихимая, Книги про Липоменон. Все это эпилог. Тора — это пролог. Исторические пророки — это повествование. Пророческие поэмы посередине. И затем эпилог. Это структура еврейской Библии. Давайте рассмотрим другие темы, к которым обращаются пророки. Мы все еще пытаемся понять, какое отношение пророки имеют к Торе. Пророки снова и снова возвращаются к теме творения. Например, давайте рассмотрим самый первый стих в Библии. Первая глава Книги Бытия. Берешит 1.1 В начале создал Бог небо и землю. Земля же была безвидна и что? И пуста, бесформена, что-то наподобие этого. На иврите это звучит как Тоху Ваваху. Бог создал землю за 7 дней. За 7 дней Он говорит 10 слов. Бог сказал, пусть будет свет. Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал. Он посылает Своё Слово. За 7 дней Он создал всю Вселенную. Многие раввины спрашивают, разве здесь говорится о Вселенной? В свитках Мёртвого моря раввины говорят, нет, 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 это не только Вселенная. Слово «арец» может означать всю Землю, но также это может значить Землю Израильскую. Это критически важно, потому что, с одной стороны, Бог создал всю Вселенную, но с другой стороны, Он также создал Землю. И Земля Израильская символизирует всю Вселенную. Вот почему этот участок в Иерусалиме играет очень-очень важную роль. Потому что это сердце всей Вселенной. Земля – это земля Израильская. Земля – это также вся Вселенная, вся Земля. И Бог создал всю Вселенную и заполнил её планетами для определённой цели. Он заполнил её царством растений. Царством животных. И сказал, что это хорошо. В то время не было некошерных животных. Некошерные животные появились в результате мутаций. Тогда не было некошерных животных. Вся Земля была хорошей. Она была бом. Мульто бом. Мульто бом. Ну же. Мульто бом. Ну же. Ха-ха-ха-ха. Земля была очень хорошей. Конечно, потом что-то случилось. В 23 главе книги Бытие. Поэтому я хотел бы, чтобы вы посмотрели с точки зрения первой главы книги Бытие. В самом сердце Израильской земли находится храм. Весь Израиль. Вокруг которого сосредоточены остальные народы. Вокруг народов вся Вселенная. Но сердце земли должно быть очень и очень святым. Потому что Божье имя пребывает на этой земле. В книге Иисуса Навина описано то, как народ вошел в эту землю. Они построили скилью, где пребывает имя Бога. Помните эти три темы? Земля, имя и семя. Семя находится именно там. Бог говорит им, эта земля святая. Если несвятость войдет в эту землю, то это послужит центральным примером. Так что остальные народы и вся Вселенная станут не святыми. В результате чего в окружающей природе будут происходить бедствия. Будут болезни. Потому что этот участок очень важен. Поэтому смысл земли израильской Это не только земля, как сказано в португальской Библии. И то и другое. Земля и Израиль. Бог готовит землю, чтобы люди могли жить на ней. Сотворение людей есть определенная цель. Но затем происходит нечто. Земля становится ТОХА ВАВОХУ. Еще раз это слово ТОХА ВАВОХУ используется в книге Еремия. Еремия 4 глава 23 и 26 стихи. Глава 4. Бог говорит через пророка Еремию. Посмотрите, что вы наделали. Из-за вас произошло осквернение храма. Земля осквернилась. Она стала ТОХУ ВАВОХУ. Она стала ТОХУ ВАВОХУ. Она стала пустыней. Народ, вот такая с вами проблема. Поэтому это привело к разрушению земли. В 3 главе книги Бытие. Заметьте еще что произошло. В Бытие 1 стих 2. Вторая часть 2 стиха. Здесь прослеживается тема надежды. Дух Божий носился над водой. В 4 главе книги Еремии говорится, что народ осквернил землю. Но Бог все контролирует. Дух Божий носился через пророков. Дух Бога наполняет пророков. И они начинают говорить. Они стремятся к тому, чтобы эта земля была очищена. Пророки говорят, что однажды эта земля будет очищена. И те люди, которые на самом деле верят в Бога и в Мессию Бога, возвратятся в землю. Возвратятся в храм. И осветят храм. Земля будет освящена. Не сейчас, не сейчас. Если вы попадете туда, то увидите, что там так много осквернения. Везде и всюду. Индуизм, буддизм и остальные религии. Как говорит пророк, придет время, они взглянут вдаль. И эта земля будет очищена. Видите, как это все связано вместе? Затем Бог в первой главе книги Батия говорит, пусть будет свет. Он отделяет свет от тьмы. В пятой главе книги Исаии, девятой главе, Амоса пятая глава. Это просто примеры. И сейчас мы не будем их рассматривать. Я просто хочу, чтобы вы увидели взаимосвязь. Пророки говорят, что Бог будет это делать. Сейчас тьма. Сейчас тоху вавоху. Но в далеком будущем настанет время, когда вся тьма уйдет. Будет свет. Что в Новом Завете? Что в Новом Завете? Говорит Иоанн. В начале было Слово. И Слово было с Богом. И Слово было Богом. Все, что существует, появилось от этого Слова. Иоанн говорит, я не свет. Но я пришел, чтобы свидетельствовать о свете. Все эти темы идут из Генеси, до Пророков, до Нового Завета. Все эти темы видны в книге Бытие, в пророческих книгах и в Новом Завете. Темы добра и зла. Слово, которое означает добро, это Тов. Очень хорошо. Тов меод. Зло, слово зло означает Ра. Видите знак Тильда после этого слова? Видите? В Иврите, существует два типа гортанного звука. Один тип волярного звука, как бы заглушающий, как в слове Ицхак. Это не удушливый, а горлопрочищающий звук. Если у вас насморк, то вы не говорите слово Ицхак. Иначе вы не осчастливите рядом стоящего человека. Не сильно смейтесь. Это горлопрочищающий звук. И заглушающий звук. Он возникает прямо здесь. И именно его можно встретить в слове Ра. 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 Вы можете его почувствовать прямо здесь. Ра. То есть, что вы не прикладываете себя Möglichkeit. Поэтому, если вы делаете зло, то ל�build terrific самого себя. Иврит очень колоритный язычник. Правда? Если вы делаете зло, то вы удушите себя. В начале было только Тов, только Тов Но пророки говорят, посмотрите, что вы сделали Вы принесли только Ра, Ра, Ра Очень медленно вы убиваете землю Растения умирают Животные умирают Иоиль говорит о нашествии саранчи Которая пожирает царство растений Все эти цари Которые постоянно делают Ра, Ра, Ра Третье царство 11.6 Третье царство 15.26 Так много царей, которые делают зло в глаза Господа Есть добро и есть зло И еврейские пророки говорят, держитесь добра Не будьте как цари Будьте как Моисей Будьте как Давид Но не будьте как цари Поэтому пророки говорят о добре и зле Потом пророки говорят о причине существования планет Впервые это можно увидеть в Бытие 1.14 Сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной Для отделения дня от ночи И для знамений Слово знамения это оут Для знамений Для чего еще? Какое следующее слово? Для времен Это хороший перевод Но я думаю, что лучший перевод в этом случае это слово встреча Это времена встреч Дни встреч Поэтому в 23 главе книги Исход Моисей говорит о празднике Рошашана, Йом Кипур и Песах Все эти дни встреч в 23 главе книги Левит В том числе Шаббат Является ли это временем встреч? Эти встречи происходят один раз в неделю Восемь раз в год Все это символы эпохи встреч Вот о чем говорит остальная часть еврейской Библии Что Бог создал дни и годы, потому что Он ожидает окончательной встречи Шаббат 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 Песах Шаббат Праздник первых плодов Рошашана Рошашана Йом Кипур Йом Кипур Суккот Все это только символы встречи последнего времени И постоянно пророки будут говорить Неужели вы не понимаете Бог, который творил в Барешит Во время первых плодов Сделает все возможное, чтобы история подошла к своему финальному концу Прямо посередине будет эта удивительная встреча Когда придет Сам Божественный Мессия И Он станет причиной величайших волнений в истории Все будущие встречи И прошлые Моадей Адонай Указывают на эту единственную встречу Это Мессия И пророки ожидают этого времени, времени встречи В чем же смысл животных? Пророки говорят Неужели вы не понимаете Эти животные помещены там с определенной целью Чтобы они были чистыми животными для жертвоприношений Даже во времена Ноя Когда человеческие существа осквернили Вселенную И Бог попросил Ноя ввести животных Помните, что Бог сказал Ною? Ему было сказано взять семь пар чистых животных Бытие один Это чистые животные Не забывайте, что человеческие существа остаются таковыми Ты также можешь взять пару нечистых животных По семь пар чистых животных И по одной паре нечистых животных Какова цель царства животных? Ответ находится в 22 главе книги Иезекииля Стих 26 36 и 25 главы Иезекииля 44 Сейчас мы не будем рассматривать все это Просто запишите ссылки Здесь говорится о сущности царства животных Для славы Бога Смысл царства растений Принести первые плоды Богу Потому что все это принадлежит Богу Бог создал это первое приношение плодов Вот что значит слово «рейшит» в Библии Бытие 1.1 Где говорится «берейшит» Слово «рейшит» означает первые плоды Это приношение первых плодов Богу Бог говорит «я хочу чтобы вы принесли первые плоды царства животных и царства растений И поклонились мне» И пророки также говорили об этом Снова и снова Поэтому это повторяющиеся темы Следующая тема «Дух Божий носился над бездною» Помните мы говорили об этом? Во всей Библии Дух Бога приходит снова и снова Поэтому, например, в 31 главе книги Исход Кто эти люди, которые ответственны за строительство скиний? Бог говорит Моисею И я хочу чтобы ты дал ответственным людям ответственность за строительство скиний И я позабочусь о том, чтобы они исполнились Духом Божьим Второзаконие 32 стих 11 То же самое Исайя 61 глава Говорит о том, что это символ событий в будущем Когда придет семя И Дух Бога будет на нем И Ешуа входит в синагогу В 4 главе Евангелия от Луки И цитирует этот отрывок И говорит «Ныне исполнилось Писание сие» Потому Дух Бога очень важен Как орел, который парит над своими орлятами Видели вы когда-либо что-либо подобное? Это очень красиво, очень прелестно В Чикаго есть очень красивые сады, которые называются ботаническими Равинья Равинья Название сада И я вел машину И сквозь лобовое стекло я увидел, как этот орленок падал вниз Я сказал «Мне надо сейчас же остановиться, иначе я собью этого орленка» И внезапно я увидел, как летит огромный орел Он подлетел под этого маленького орла И начал подталкивать этого орленка вверх Они поднялись очень высоко Видели вы когда-то такое зрелище? Это красиво Поэтому я остановился и наблюдал за происходящим около получаса Орленок был уже далеко-далеко в небе И его мать отпускала его Маленький орленок пытается летать И падает Вот что происходит с нами на самолете Было с вами такое? Когда есть турбуленция Внезапно самолет начинает падать вниз Как и маленький орленок падает и падает вниз Вот о чем говорится в 32 главе книги Второй Законе Вы люди постоянно, постоянно все портите И так же как орел парит над своими детьми Спускается И поднимает их вверх Поднимает их вверх Таким же образом Бог заботится о нас Все пророки говорят Они говорят Вы все портите Вы все портите Вы все портите Вы все портите Но Бог это Бог Он все равно подобен орлице Разве это не удивительно? Пророки говорят Что ваше спасение и мое спасение Не зависит от нас Потому что мы постоянно будем все портить Все зависит только от Бога Не удивительно ли это? Затем нам следует узнать о конструкции Скинии Давайте немножко рассмотрим это Бог приходит к Моисею и говорит Я хочу поселиться среди вас И чтобы я поселился среди вас Вы должны построить Скинию 25 глава книги Исход Стихи 8-9 Бог сказал Моисею И устроят они мне святилище И буду обитать посреди их Как следует построить святилище? Как следует построить святилище? Исход 25 глава 8-9 стихи Исход 25 глава 8-9 стихи И устроят они мне святилище И буду обитать посреди их Я хочу жить в их среде Как следует построить святилище? Как следует построить святилище? Стих 9-й говорит Как я показываю тебе Образец Скинии И образец всех сосудов ее Слово образец Это образец творения Здесь я не буду вдаваться во множество деталей Все, что я хочу предложить вам Если вы посмотрите на образец творения в Бытие 1 Такой же образец мы видим В строительстве ковчега Ноя Книга Бытия 6-7 главы и 8-я Центр это ковчег Где Ной встречается с Богом Тоже видим здесь, в этой модели Которую также можно найти в Эдемском саду В центре сада было дерево жизни И дерево познания добра и зла В самом центре Так же как и у нас В самом центре находится ковчег Тора это древо жизни Тора это древо жизни Это же мы увидим позже в храме Соломон построил храм По образцу скини, которую построил Моисей Которая создана по образцу ковчега Ноя Вы еще со мной? Он в свою очередь создан по образцу Эдемского сада И пророки постоянно ссылаются на это Писать первой главе Исаии Последние главы Иезекииля Иоиля Все эти пророки ссылаются на это Давайте здесь рассмотрим другие указания Бытие первая глава Бог сказал Бог сказал Эта фраза повторяется десять раз Он создает за семь дней Очень интересно Когда Бог просит Моисея построить скинию То эта просьба разделена на семь разделов Сказал Господь Моисею Сказал Господь Моисею Сказал Господь Моисею Что Моисей пытается показать? Модельский не такая же, как и в первой главе книги Бытие Различные указания А в первой главе книги Бытие всегда говорится Сказал Бог А затем И увидел Бог В книге Исход, когда Моисей строит скинию Снова там говорится Моисей увидел Моисей увидел Моисей увидел Бытие 2 глава 1 стих После того, как Бог создал все Там сказано Совершил Бог дела и почил Снова то же слово используется в книге Исход Где сказано, что Моисей закончил работу и отдохнул И когда Соломон закончил работу, то он сделал то же В 3 царств 7 главе Стих 40 51 54 У вас есть это? Есть разница, да? Позвольте мне повториться После завершения строительства храма в 3 царств 7 главе 40 стихе 51 стих 54 3 царств 9 глава стих 1 25 Затем в книге Иезекииля, когда будет построен последний храм Снова сказано Завершено Завершено Последний храм здесь Небесный храм здесь Помните, я говорил с вами о Евангелии от Матфея Которая имеет 5 разделов 5 раз там говорится Иешуа окончил слова свои Иешуа окончил слова свои Матфея 7, 28 Матфея 11, 1 Есть там или нет? Нет? Там нет ссылок Поэтому я хотел бы дать вам эти стихи Матфея 13 глава 53 стих Матфея 19 глава 1 стих Матфея 26 глава 1 стих 5 раз в Евангелии от Матфея сказано, что Иисус окончил слова свои Наконец, что сказано в Евангелии от Иоанна 19, 20 Иешуа распят Он висит на древе И он говорит Свершилось Эти слова были сказаны бесцельно? Нет, существует образец Бог завершил Бог завершил Моисей завершил Пророки и Соломон завершили Иезекиил и Исаия сказали, что это завершится в будущем Вы открываете Евангелие от Матфея, где повторяется снова и снова Иешуа завершил 5 раз Затем Евангелие от Иоанна Иешуа наконец говорит Иешуа Совершилось Потому что Он новый храм Он новый храм Он новое творение Новая скиния Он новый Ноев ковчег Он новый Эдемский сад Вот в чем красота пророков Так же мы можем увидеть эти реки Реки, которые вытекают из Эдемского сада Которые текут в четырех различных направлениях Конструкция храма Соломона В котором было четверо ворот На востоке, западе, севере и юге Вход всегда находится на восточной стороне Иезекиил говорит, что придут все народы Из Бразилии, из Аргентины Из Ирана, Ирака, Идии И все они войдут с восточной стороны Сквозь эти ворота люди выходят Адам и Ева были выдворены И они пошли на восток Через восточные ворота Иезекиил говорит, что в последние дни Эти народы возвратятся С востока Помните волхов? Откуда они пришли? Меджаи Мудрецы, волхвы Они пришли с востока Помните? За всем этим кроется одна причина В 3 главе книги «Бытие» Мужчина и женщина Осквернили заповеди Бога Мы говорили об этом вчера Они сами хотели стать богами В процессе что-то произошло с творением Заметьте взаимосвязь Слово «мужчина» на иврите «Адам» Когда Адам согрешает Что происходит? Что-то происходит с Адама Адама – это земля Адама – это почва Бог говорит, Адам, ты согрешил Поэтому тебе придется очень тяжело работать Эта земля станет ТОХУ ВАВОХУ Она станет похожа на пустыню Все, что она произведет – это терния и волчцы Например, книга Левит, 18 глава, 28 стих Бог говорит народу «Я введу вас в землю» Но помните, что это святая земля Откройте, пожалуйста, Левит, 18 главу Стиг 28 Давайте начнем читать с 24 стиха Бог говорит народу «Не оскверняйте себя ничем этим» Прочитайте 28 стиха «Ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас И осквернилась земля, и я воззрел на безаконии ее И свергнула себя земля живущих на ней» Позвольте мне немного рассказать вам Бог говорит народу «Эта земля, куда я вас веду, святая земля» Если вы оскверните эту землю Потому что эта земля свята То она исторгнет, изблюет вас Земля свята, она не стерпит никакого нечестия Она изблюет вас Если вы оскверните ее Пророки говорят то же самое народу израильскому Еремия 25 Стихи 9 и 12 для примера Или же мы прочтем 8 и 9 стихи и до 12 стиха Можешь прочитать? «Посему так говорит Господь Саваоф За то, что вы не слушали слов моих Вот, я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь И пошлю к Новоходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему И приведу их на землю сию и на жителей ее И на все окрестные народы И совершенно истреблю их И сделаю их ужасом и посмеянием и вечным запустением» Мы не будем читать отрывок полностью Пророк Еремия говорит «Поскольку вы осквернили землю То земля извергнет вас Насколько? На 70 лет В продолжении 70 лет у земли будет шаббат Вы не позволили земле воспользоваться шаббатом Это Божья, хорошая, святая земля Поэтому у земли будет прекрасное время в течение 70 лет Потому что вы осквернили землю В самом конце Еврейской Библии сказано то же самое Во второй книге про Липоменон, которая находится в самом конце Еврейской Библии Такого нет в португальском переводе, не так ли? Но в Еврейской Библии в 36 главе второй книги про Липоменон Самая последняя глава Например, в 21 стихе сказано «Доколе во исполнение слова Господня Сказанного устами Еремии Земля не отпраздновала суббот своих Во все дни запустения Она субботствовала До исполнения 70 лет Вот что делают пророки Они берут первую главу книги бытия Творения Тору Моисея Применяют ее к своему времени И говорят Посмотрите, что вы сделали Вы все испортили, все испортили, все испортили Но Божья Святая Земля Это Божья Святая Земля Вы можете осквернить землю Но на протяжении 70 лет Земля будет праздновать шаббат Пророки также очень много говорят о змее В 3 главе книги бытия Появляется змей Как его зовут? Откройте снова 3 главу книги бытия Там сказано, что змей был каким? Он был умнее, хитрее Некоторые переводы говорят коварнее Вы говорите это слово Арум Что значит мудрый Он был мудрее Но использовал свою мудрость неправильно В результате этого змей был поражен И это можно здесь увидеть Хочу поделиться еще информацией с вами Бытие 2 глава 25 стих Мужчина и его жена Что здесь сказано? Какими они были? Они были ногими В иврите это одно и то же слово Здесь сказано, что они были Арум Человек и его жена были Арум И не стыдились друг друга В Бытие 3.1 сказано Змей был более Арум Что же происходит здесь? Мужчина и женщина были Арум Что переведено как Наги Змей был более Арум Что переведено как Хитрее Это вас не удивляет? Этому есть объяснение Потому что пророки говорят Посмотрите, они все были Арум Мужчина и женщина были Арум Они не стыдились друг друга Змей также был Арум И все же он был хитрым Нет ничего плохого в Арум Нет ничего плохого в мудрости Но когда мудрость прилеплена к Богу То это ведет к поклонению Это ведет к чистоте Когда мудрость Арум уходит от Бога Тогда это приводит к смерти И разрушению Поэтому пророки говорят Посмотрите на 3 главу Книги Бытия Не будьте как змей Потому что вы будете поражены И вас ужалят в стопу Это приведет к смерти Это приведет к разрушению Но будьте как мужчина и женщина до грехопадения Приходит Яшуа И он хочет сделать нас похожими На первого мужчину и женщину Он воссоздает нас Пророки скажут Посмотрите на этого человека Который придет Семя жены Поможет тебе стать как первый мужчина и женщина Будет новая земля Новое семя Когда мы все больше и больше станем похожими на Мессию Храм станет святым Земля станет святой Прямо здесь на земле Вот в чем вся красота Все обновится И мы ожидаем этого Как и говорят пророки Продолжение следует...